В ЮРГУ продолжается сбор документов на материальную помощь студентам, привившихся от COVID-19. Напомним, что выплату могут получить студенты очной формы обучения, привившейся от новой коронавирусной инфекции. При этом выплату в размере 3000 рублей получат и бюджетники, и студенты, обучающиеся на контрактной форме обучения. Во время дистанционного обучения документы необходимо подавать онлайн через Google-форму. У нас получается с 11 ноября ректором принято решение, точнее он поддержал предложение стипендиальной комиссии, которая вышла с предложением, чтобы университет поощрял материально студентов, которые поставили прививку от коронавируса. С того момента у нас на сегодняшний день подано 1650 заявлений. Это студенты очной формы обучения, контрактной и бюджетной основы. У нас на этой неделе, получается, в пятницу будет стипендия. Всю прошлую неделю сотрудники, которые осуществляют прием и обработку документов, а также весь финансовый блок университета, работали без выходных для того, чтобы максимальное количество студентов получили вот эту прибавку небольшую в размере 3000 рублей. Уже в ближайшую стипендию, которая в эту пятницу будет выплачена, получается, 1348 заявлений мы приняли, 1114 заявлений – это бюджет, остальное – это контрактная основа. И уже порядка 280 заявлений у нас перешло на декабрь. Главным условием получения выплаты является наличие QR-кода о вакцинации с сайта госуслуги. Обратиться за материальной помощью смогут и иностранные студенты. Вместо QR-кода после вакцинации они получают справку, и ее им нужно будет приложить к заявлению на выплату. Ну как, это как бы для здоровья хорошо. Сейчас такое время, что вирус гуляет на улице, много заболевших, и приюваться как бы нужно. Поставить приювку можно в любом пункте, как в городской поликлинике, так и в пункте вакцинации ЮРГУ. Он продолжает свою работу, несмотря на ограничения. Все желающие могут приювиться по вторникам и четвергам с 12 до 14 часов в постоянном процедурном кабинете во втором корпусе университета. Для этого при себе необходимо иметь паспорт с НИЛС и полис. Также во время обращения необходимо заполнить анкету пациента, предоставленную на месте врачами.